До 2021 года, период достаточно значимый, длинный, почти два года, и за это время власть будет корректировать свои планы. Я вас уверяю, к вопросу выборов в Государственную Думу, а я подчеркиваю, это не выборы, это битва за Россию, они созовут все темные силы, они привлекут на свою сторону всю мерзость и пакость, каждый алчный финансовый интерес подчинят решению этого вопроса. И для нас это будет, я вас уверяю, непросто. Они понимают цену их проигрыша, они понимают, что они потеряют все, у них заберут и отнимут все, их пересажают и привлекут по законам Российской Федерации. И устранят самое главное правило, которое для них кормушка самая настоящая, бездонная пропасть, вот эта корыта, из которой они хлебают до бесконечности. Большинство в Государственной Думе будет основанием импичмента президенту Путину. Они все это понимают, и им есть что терять. Поэтому я вас уверяю, то, что они сегодня говорят о том, что они не готовы отказаться от выдвижения по спискам, что они, ну вот все эти вещи, которые мы здесь с вами обсуждаем, это, конечно, бальзам на мое сердце. Я считаю, что власть сегодня испытывает очень серьезный кадровый голод, кадровый кризис, который мешает им принимать обдуманные, конструктивные и важные для себя решения. Сегодня их вот эта жажда наживы становится впереди, я не знаю, инстинкта самосохранения, они просто опьянели, они живут в своем мире, они считают, что им по плечу все, а там, ну что там челядь, ну что она может. Это, знаете, как, недооценить своего врага, это недальновидно, да, вот сегодня они идут по этому пути. Я считаю, что мы о выборах в 21 году еще услышим не раз, и, собственно, я считаю, что для них сегодня это самый главный вопрос. Главное в данном случае, чтобы это был главный вопрос для нас, потому что сформировать единый фронт, да, настоящий гражданский институт, который не будет подвержен идеологическим или каким-то политическим трендам, течением, убеждением, это должно быть все общество, независимо от взгляда. И вопрос контроля процесса голосования, вопрос агитации против единой России должен стать ключевым. Параллельно подкреплять это нарастающим политическим протестным движением. Вот это залог будущих побед. Я вас уверяю, ни у кого отсидеться не получится. Не будет ни единого человека, который скажет, что я посижу дома, и само собой все пройдет. Это коснется каждого. Если мы проиграем, значит мы все проиграем. Каждый, да, все дети, все старики, каждый инвалид, герой, каждого это коснется. Не будет людей, которые получатся отсидеться. За следующие пять лет будет стоять вопрос существования или несуществования Российской Федерации. Потому что пережить эти социальные потрясения, которые сегодня содрогают нашу страну, это вопрос очень серьезный, на котором каждому нужно задуматься. Надолго ли хватит прочности у Российской Федерации? Сможет ли она пережить следующую пятилетку Едино-России? Пятилетка, да? Когда создается, строятся тысячи предприятий, обеспечиваются инновационными, рабочими местами, как Путин всем рассказывает. Вот это суть пятилетки, настоящей пятилетки. Это строятся больницы, значит, предприятия, там, детские сады, школы. Развивается наука. Сегодня пятилетка. Это процесс упразднения и, значит, отмены любых социальных гарантий и льгот. Не только пенсии, не только пособий. Это, в принципе, где бы, чтобы еще отрезать, где бы, чтобы еще отменить, чтобы сэкономить денежки, чтобы распорядиться ими эффективно. Ведь трата государственных бюджетных денег на помощь гражданам – это неэффективные статьи расхода. А эффективные – это поддержать банковскую систему. Что такое поддержать банковскую систему? Это просто дать деньги банкирам. Отдать им просто бесплатно. Мы слышим из антикоррупционных расследований, да? Как ВТБ. Триллионы рублей отдают. А потом видим, куда триллионы рублей направляются. Вот это политика Российской Федерации. Это то, что должно стоять перед глазами у каждого из нас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин